Его имя миллионы зрителей нашего канала не раз слышали в конце сюжета, в так называемой представлялке. Никита Полуда, звукооператор, но с недавних пор еще и очень успешный повар, необычный. Ему поставили диагноз – рак желудка, но Никита не отчаялся, а нашел в себе силы жить и бороться, а еще помогать другим. Репортаж Кристины Левиевой. А давайте второй слой каких-нибудь овощей нарежем. Никита Полуда – повар без желудка. С недавних пор он представляется именно так. Вот так неожиданно для него самого хобби стало призванием. Вкусно готовил, папа? Да, готовил очень всегда. Готовить для жены и дочки звукооператор Первого канала любил всегда, а до телевидения даже работал поваром при чешском посольстве. Но какая кулинария, когда врач прописал строжайшую диету? Нельзя есть жирное, соленое, перченое, острое, сладкое, сдобу. О страшном диагнозе – рак Никита узнал в 45, но когда понял, что без желудка можно жить, сразу начал продумывать свой рацион на будущее. Эти мысли отвлекали его от тяжелой химиотерапии. В интернете банально не хватает информации. Она есть, но она раздрознена. А мне захотелось на своих страницах объединить все это. Не найдя вкусных рецептов в интернете, он придумал свои. Путем проб и ошибок смешивал, добавлял, экспериментировал. Творок с яблоком сочетается хорошо. Или яблоко печеное. Например, можно яблоко запечь в духовке с ванилином или с корицей. То есть творок перемешать. Запах совершенно будет разный. И блюда уже два блюда. А добавьте меда – третье блюдо. Простыми и полезными рецептами он поделился на своей страничке в Фейсбуке. Я вставал, просыпался и шел, готовил. Я понимал, что кому-то этот мозг пригодится. У меня не было цели сделать сайт, то есть какая-то популярность. Думаю, ну зайдет два человека. И то хорошо. Только вот два-три человека почти моментально превратились в тысячи. Никита, спасибо. Ваши завтраки включили мою голову. Приготовил яйцо пашот в гречневой каше на немолоке. Не так красиво, как у вас, но тоже вкусно. Вы очень нужны всем. И онкобольным, и их родственникам для поддержки духа. Безмерная радость от встречи с такими, как вы, людьми. Долгих вам лет жизни на радость всем. История Никиты Полуда на самом деле не только про еду. Юлия Конова читает его блог из Ставрополя каждый день. Девушка уже пять месяцев живет без желудка. Там не только рецепты. Там люди спрашивают, можно ли принимать витамины. Как вы себя чувствуете после химиотерапии, во время. Что вам сказал врач? А вам? То есть люди туда потянулись, потому что такой площадки для общения просто не хватало. Впрочем, иногда Никита, конечно, скучает по запрещенным продуктам. Чтобы так вот картошку с большим, вот много-много сала нарезанного такого, копчененького. Или копченую рыбу. Такая, чтобы вот она прям была золотой. Ну вот нельзя. Свои без желудка могут жить. То есть двигаться, бороться, работать, творить, рыбачить, летать. Сегодня все мысли об одном. Согласовать каждый рецепт с врачами и вместе придумать правильную диету. И может быть именно Никитины блюда и его неиссякаемый оптимизм вернут кому-то вкус к жизни. Кристина Левиева, Вячеслав Черешко, Анна Хигая, Павел Петров и Никита Полуда. Первый канал.